Добрый день, меня зовут Арсений Иродский. Сегодня у нас в гостях генеральный директор фирмы Эколос ДВ Алексей Бурдюк. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Итак, накануне состоялось торжественное открытие завода в Уссурийске. Расскажите о самом мероприятии и кто принял в нем участие. Вчера мы церемонию открытия торжественную часть проводили в Театре Оперевого лета в городе Владивостоке. Это было сделано для того, чтобы чиновники, представители администрации, представители интересующих госорганов могли посетить без отрыва долгосрочную отработку. Программа состоялась из двух частей. В первой части мы провели профессиональный семинар для проектировщиков, ответили на технические вопросы, которые их интересовали. Семинар проводил генеральный директор группы компании «Колосс» Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук. Поэтому разговор был очень профессиональный. После семинара мы начали основную часть мероприятия в 12.00. Нас пришло поздравить порядка 200 человек. Представители администрации, представители департаментов экологии, градостроительства. Нам было очень приятно видеть таких высокопоставленных гостей. Представители деловой России, представители агентства стратегических инициатив, уполномоченные при президенте Российской Федерации по поддержке предпринимателей. Вся церемония прошла в течение двух часов. Далее была организована экскурсия на сам завод. Экскурсию на сам завод посетили, присоединились к экскурсии представители администрации города Уссурийска и многие строители, локации которых находятся не в городе Владивостоке. И они нашли время исключительно посмотреть производство, профессиональный интерес свой, удовлетворить. На этом программа, там тоже все прошло в течение 20-30 минут. Мы показали все наши цеха, показали произведенную продукцию и рассказали о перспективах расширения производства. Ну, собственно, а почему выбран Приморский край группой компании «Колосс» и почему конкретно город Уссурийск, не Владивосток? Вообще, Приморский край выбран ввиду того, что здесь был организован центральный офис дальневосточного представительства изначально. Почему выбран в качестве производственной площадки город Уссурийск? Потому что на сегодняшний день город Уссурийск является промышленным центром Приморского края. Там находилась удобная для нас площадка, которая удовлетворяла нашему техническому заданию, которое было достаточно сложным, ввиду того, что наше производство готово решать большие вопросы, большие задачи, изготавливать оборудование широкого спектра назначения. Нам нужны были большие цеха. Мы их не смогли найти в городе Владивостоке, в городе Артемии. А надолго вообще растянулась сама процедура, я имею ввиду от начала поиска до запуска? Сколько прошло? Не более года. Мы, причем из этого времени, месяца три условия на поиск площадки. И организация производства заняла где-то порядка семи месяцев. Ну и, собственно, какую продукцию будет производить завод? Ну, это все, что касается оборудования для чистки и перекачки источных вод. То есть назначение оборудования от частного сектора. То есть очистные сооружения хозяйственно-бытовых источных вод, образующихся от коттеджа частного дома. И заканчивая поселками, предприятиями крупнейшими, в принципе, любой производительности. А потенциальные клиенты ваши кто? Это все сферы деятельности. Ну, то есть я как частник там смогу прийти? Да, конечно. Вы сможете прийти в офис в городе, у нас офис в городе Водястоке, в городе Хабаровске, в городе Суриске. Можете приобрести оборудование как частное лицо. Но, то есть нашими клиентами являются заказчики, чье местоположение не позволяет присоединиться к канализационным сетям города. То есть кому необходимо решать этот вопрос локально. Ну, собственно, а какие преимущества конкретно того, что завод расположен именно в Приморье? Я не знаю, это может быть удешевляет там продукцию или еще что-то. Да, мы занимаемся, я лично занимаюсь оборудованием данного типа, данного значения с 2008 года. И мы постоянно сталкивались при поставке оборудования западных регионов России, где располагается большая часть заводов производства такого оборудования. С какими сложностями сталкивались? Это прежде всего стоимость доставки. И сложность номер один – это срок доставки. То, что это факторы, которые у нас железная дорога, она, к сожалению, одна. Других вариантов в нашей гигантской стране доставить оборудование. Ну, я имею в виду автомобильный транспорт очень рискованный. И не всегда по техническим заданиям, по госрегламентам мы можем привезти оборудование, потому что оно большое, им косное. И у нас были срывы сроков поставки по независимым от нас причинам. Ввиду чего были срывы сдачи объектов в эксплуатацию. То есть с этим заказчик сталкивался постоянно. Эти проблемы, они не могли давать возможность промышленному росту края. То есть это серьезная проблема, и именно в этом узком направлении канализации мы ее сейчас решили очень успешно. То есть понизив стоимость оборудования от 20 до 50% в зависимости от модели оборудования и понизив срок поставки в среднем на месяц, грубо говоря. То есть срок производства остается неизменным, что на нашем заводе, что на заводах западной части России. То есть в зависимости от модели и типа оборудования, он занимает от двух дней до 12 недель. Но доставка, которая была минимум 6 недель, исключена уже. А что касается качества выпускаемой продукции, она будет такого же уровня, как, скажем, на заводах центральной части страны? Да, это однозначно. Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется ведущими специалистами группы компании «Колос». Руководство завода, который находится в Уссурийске, это специалисты из города Самары. Они долгое время занимаются производством оборудования, набили кучу шишек. То есть здесь не будет ничего нового. Они будут действовать по отработанной схеме, по отработанным технологиям. Поэтому оборудование ни в чем не будет вступать. Никаких экспериментов мы здесь не проводим. То есть все оборудование и оборудование для производства наших изделий, оно проверено. И повторюсь, ничего нового не будет. А штат уже набран на завод? Кто там будет работать? И какое количество человек? В первую очередь предусматривает, что на заводе будут работать 60 человек. Далее мы планируем увеличение мощностей завода и увеличение числа сотрудников до 100 человек. Производство нашего оборудования, оно практически происходит вручную. То есть автоматики очень немного. Поэтому мы во многом зависим от человеческого фактора, от наших сотрудников. У нас очень большой штат. Собственно, какие перспективы развития завода в Уссурийске есть? Перспектива связана с тем, что правительство, руководство нашей страны обозначило развитие Дальнего Востока как приоритетной задачей на весь 21 век. Мы подчеркнули в этом уверенность в заводном дне здесь, в заводе. И мы готовы обеспечивать те стройки, которые планируются здесь. То есть подготовка к саммиту, она, как сейчас у нас говорится, что это было только 30% от того, что будет вложено в Дальний Восток. То есть мы готовы обеспечивать строительные объекты, оборудование в кратчайшие сроки. Перспектива будет зависеть от количества данных объектов, от срока их возведения, сдачи в эксплуатацию. То есть у нас основная идея, что мы уже подготовились к тому, чтобы обеспечивать новые объекты оборудованием высококачественным. Ну и, соответственно, польза для экономики всего Приморья. Ну, это, как я уже говорил, это очень немаловажный фактор. Оборудование дорогостоящее, экономия 50% – это уже польза для застройщика, для заказчика. Это уже огромная польза для Приморья, потому что инвестиции часто местные. Да, ну, далее пользу не только, ну, мы создаем рабочие места, это тоже понятно, налоги, налоговое отчисление, бюджет края. Да, и, ну, помимо экономической пользы, конечно же, экологическая польза для нашего края. А в других регионах планируют открытие заводов группа компаний «Колосс»? Нет. У нас на территории Российской Федерации два завода. Это завод в городе Самаре, который будет обеспечивать оборудованием территорию до Красноярского края. И заводу в городе Уссурис, который будет обеспечивать с востока на запад, также до Красноярска, оборудованием восточную часть России. Больше пока площадок нам не требуется. Ну, вот вы сказали, что в России два завода, помимо России есть какие-то еще заводы? Да, помимо России завод находится в Грузии, один завод, и в Казахстане. Насколько вообще тяжело вести бизнес в Приморье, и с какими проблемами, может быть, уже столкнулись? Ну, если это в общем сказать, ответить на этот вопрос, то оборудование, которое мы предлагаем, оно достаточно новое. То есть решение этого вопроса, оно менее привычно нашим органам с помощью нашего оборудования, да, решение вопроса водоотведения. То есть пока мы боремся с привычкой выбирать более консервативные методы решения, да, и у нас бывают сложности с согласованием оборудования, со сроком, с вариантами водоотведения. То есть я думаю, что это вопрос времени, потому что мы открылись недавно, да, и вообще популярность оборудования, оно только набирает, да, популярность оборудования. И руководителям госорганов нужно просто присмотреться, почувствовать на себе, ну не на себе, а увидеть конкретные решенные объекты, да, сделанные уже работающие. Тогда принятие решения упростится, я думаю, что это вопрос времени, но сложности сейчас есть, да. Ну открытого административного прессинга какого-то вы не ощущаете? Нет, прессинга не ощущаем, именно сложности ощущаем сложности с согласованием. Еще такой вопрос, с какими деловыми и общественными организациями взаимодействует группа компании «Колосс»? Группа компании «Колосс» очень тесно взаимодействует с деловой Россией, с общественной организацией Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». В Приморском региональном отделении я возглавляю комитет по экологии. Эта площадка очень удобная для предпринимателей, которая позволяет поднимать на уровне администрации края вопросы, которые мешают в работе. То есть именно в основном это я имею в виду административные барьеры. Решение их, опять же, связано, это вопрос времени, но «Деловую Россию» слушают, бизнес сейчас слушают у нас в Приморье. Поэтому мы приглашаем в «Деловую Россию» людей, которые хотят реального решения своих каких-то вопросов. Внешнеэкономические санкции как-то коснулись группы компаний «Колосс»? Да, безусловно, у нас комплектующие пока не все собственного производства, хотя большая часть собственного производства. Поэтому глобально на стоимость конечного нашего продукта санкции не повлияли. Но, то есть, в процентах сложно назвать, но несущественно повлияли. Но мы ощутили на себе это, да. Алексей, а как лично Вы попали в сферу оборудования по очистке сточных вод? Это началось с создания небольшого коммерческого предприятия в 2008 году, которое работало на частный сектор и внедряло современные технологии по очистке сточных вод для коттеджей. То есть, далее мы расширяли направление деятельности, расширяли масштабы компаний. Идея создания завода была в голове изначально, начиная с первой поставки, когда счет за доставку оборудования стоимостью 60 тысяч рублей, нам был на 30 тысяч рублей. То есть, сразу стало понятно, что долго так продолжать мы не сможем. И срок поставки занимал месяц, о чем я уже говорил. Далее мы расширяли направление данного бизнеса. И в 2013 году мы пришли к согласию с группой компаний, к сокроводству группы компаний «Колосса» о создании производства в городе Уссурийске. Все прошло достаточно стремительно. То есть, с 2008 года по 2013 мы ежегодно трехкратно увеличивали объем поставок оборудования. В 2014 году организовали производство. Ну, собственно, вопрос в заключении. Что бы хотели пожелать начинающим предпринимателям? Начинающий предприниматель – это человек, который должен понимать, что любая предпринимательская деятельность – это жизнь без сна, жизнь с постоянными мыслями о собственном бизнесе. Если бы мой наставник учил меня на начальном этапе так, что если ты ночью просыпаешься в туалет, либо тебе будет что-то, и ты не думаешь о бизнесе – бросай его. То есть, это для меня ключевые слова были. И я тогда понимал, как можно достичь целей. То есть, других вариантов нет ни при каких обстоятельствах. То есть, везение, оно не подкрепляется, без самоотдачи оно не придет. Поэтому я желаю идти к цели с полной самоотдачей и только так. Других вариантов быть не может. А я желаю, чтобы Ваше предприятие наращивало свою выручку. Ну и успехов заводу новому. Спасибо за эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был генеральный директор предприятия «Эколосс Дальний Восток» Алексей Бурдюк. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok